На 101.fm программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня сегодня Алексей Обжерин, руководитель клуба маркетологов Кировской области. Алексей, здравствуйте. Вначале я напомню, каким образом можно с нами связаться. Во-первых, это раздел анонсы на сайте ehockero.ru. Там можно задавать вопросы всем нашим гостям. Мы всегда начинаем программу с ваших вопросов. Сегодня вопросов нет. Можно также писать в процессе программы мне в Твиттер. Самые интересные вопросы отслеживаем, озвучиваем. Итак, Алексей, давайте начнем с резонансной темы переименования города Кирова в Вятку. Ну, точнее, если сказать правильно, и возвращение исторического названия. На последнем заседании ЗАГС Собрания депутаты снова вернулись к этой теме. И вот СМИ сообщают, что инициатива отправлена на рассмотрение в администрацию Путина. Вот как вы считаете, целесообразно ли поднимать такой вопрос именно сейчас? Я считаю, что этот вопрос поднимать нужно и можно. Другой момент заключается в том, что насколько готово общество принять это решение на сегодня. То есть, на мой взгляд, конечно, название города Вятка, оно более, ну, как бы, правильно. Его надо, по идее, вернуть. Это моя личная позиция. Вот. Но в какой момент это сделать, тут действительно возникает вопрос. Делать ли это прямо сейчас или позже? Ну, мы недавно проводили опрос среди жителей города Кирова, я чуть позже об этом скажу. Но, как бы, люди за Вятку не в большинстве своем выступают сейчас, сегодня. Даже при условии того, что не нужно будет менять документы и не нужно будет дополнительных денег из бюджета. Вот, смотрите, критики этой инициативы говорят и пишут активно комментарии на Фейсбуке, вроде, а почему именно сейчас, что других проблем нет у региона, нам надо дороги делать, инвестиции привлекать, а тут вдруг, здравствуйте, приехали, переименование. Дело в том, что проблемы были, есть и будут всегда. Никогда не будет такого состояния у города Кирова и других городов, что все хорошо и мы не знаем, чем больше заняться. А теперь давайте займемся переименованием Кирова или возвращением его названия. Проблемы были, есть и будут всегда. Это нормальное, обычное состояние для любого времени, для любого абсолютного времени. Поэтому здесь нужно не с этой точки зрения смотреть. Нужно решать проблемы и думать о более главных вопросах. Название города все-таки это очень важный вопрос, это стратегический вопрос. Важнее, чем дороги? Дороги это тоже важный вопрос, но здесь не нужно заменять одно другим. Нужно делать и то, и то, на мой личный взгляд, да, но не заменять одно другим. Ну хорошо, почему же название города настолько важно? Название города важно, потому что это имя. Имя это, что может быть менее важным, например, если возьмем человека, да. Имя это то, что дается им впервые. Это он приобретает впервые в жизни, когда он родился, да, еще никого не узнает особо там и так далее. Ему дают имя. Для чего? Имя это очень важно. И, допустим, представить, если, допустим, что у человека взяли, забрали имя и дали без его воли ему другое, у ребенка, например, чего-нибудь, да, в каком-нибудь детдоме, например, да, гипотетически, то, конечно, мы все будем возмущаться и говорить, как так, давайте вернем имя обратно, пусть он носит то имя, которому было дано при рождении. Давайте Хлыновым назовем. Здесь же ситуация несколько похожа. Но это, опять же, надо все-таки смотреть от людей. Вот мы когда задавали вопрос, мы задали, какое название больше привлечет туристов. Ну, просто как люди думают. Мы спросили их. И получается, что 52% выбрали Вятку, а сколько это, 42% выбрали Киров, и Хлынов выбрала там небольшая часть людей. То есть надо понимать, что да, Хлынов это тоже часть нашей истории, но по весу Вятку он, к сожалению, или к счастью, не знаю, не перевернет. Ну, вот хорошо, давайте посмотрим на это немного с другой точки зрения. Вы сейчас сказали о том, что если мы отберем имя у ребенка, вот на эту тему есть мнение историка Александра Балыбердина о том, как же нужно вернуть имя города. То есть проводить ли референдум или принять ли волевое решение. Я процитирую его комментарий, я считаю, что это нужно, важно и интересно. Итак, вот Александр Балыбердин говорит, референдум был бы необходим, если в 1934 году жители Вятки сами переименовали свой город в Киров, но было иначе. Их никто не спросил, решение приняла Москва. Поэтому честнее было бы не затевать референдум, а признать ошибкой все, что сделали с Вяткой в 1934 году. И эту ошибку исправить, вернуть Вятке ее доброе историческое имя. По сути, реабилитировать Вятку. Вот вы как считаете, нужен референдум или нужно волевое решение? Я считаю, что позиция отца Александра очень четко и хорошо обозначена. Я ее, честно говоря, придерживаюсь. Однако мы должны понимать с вами, что пути развития может быть несколько. Действительно может быть референдум. Почему нет? И если это будет референдум, то надо будет работать с этими двумя группами людей. Надо будет рассказывать, почему так, почему не иначе. Будут споры, будут баталии, будут общественные какие-то собрания и так далее. То есть к любому референдуму людей готовят. И тогда, ну, полной мере, значит, люди бы высказались за это, за то или иное название города. То есть вы все-таки за референдум? Я сам, нет, не за референдум. Я сам за возвращение названия Вятка любым законным способом. Это ведь может быть и решение, в том числе. Волевое решение. Нет, ну подождите, это же две большие разницы, да? Либо просто будет принято решение в Москве или, например, кировским губернаторам, либо будет проведен референдум и, так скажем, будет услышана воля народа. И есть и тот, и другой путь. Почему? Потому что, смотрите, десяток городов новейшей истории России были возвращены на звание. Санкт-Петербург, Самара и так далее. Мы перечислим их не меньше десятка сейчас с вами. Были ли там референдумы, Юля, или нет? Или это просто было сделано указом органа, которые имеют право такие указы принимать. И народ ведь не рептал, на улицы не выходил, администрация не устраивала. Но надо понимать, что всегда будут недовольны. Поэтому, если мы, допустим, сейчас сделаем это волевым решением, мы должны понимать, что негативная масса людей, она достаточно велика. Это не 30%, это примерно половина. Поэтому эти люди будут очень сильно и долго возмущаться. А если их никто не услышит, то они будут долгое время обижены. Это мы должны учитывать. Потому что это люди, которые выросли в советское время. И несмотря на это, вы считаете, что нужно переименовать? Я считаю, что нужно переименовать. Но мне понравилось в этой же ветке обсуждение, комментарий Руслана Мамедова, который сказал, что Вятка однозначно нужна, но не обязательно сейчас. Это все равно произойдет рано или поздно, чуть позже. Надо просто какое-то время подождать. Когда критическая масса сторонников за, она будет критически высокой. И здесь я согласился. И он еще добавил, по-моему, он или другой, что нам никто не мешает называть город так, как мы хотим его называть. То есть, например, мы же можем называть неофициальным документом Вятка в скобочках Киров, или Киров в скобочках Вятка, или просто Вятка. Это как нам нравится. Мы можем это вправе делать, нам никто это запретить не может. И, кстати говоря, многие люди иногородние, они удивляются, почему не Киров. Вот практически 100% случаев они спрашивают, а почему не Вятка? Почему Киров? Вот люди вот уехали не туда, в другой город. Мы уже осуждали это, да? То есть, это же надо понимать, что мы просто привыкли. Люди просто такие существа, что они не любят ломать то, что уже есть. Вот. Мы привыкли к этому городу Киров. Поэтому часть людей, она за это сильно держится, да? А иногородние люди не изумевают. Почему Киров? Почему не Вятка? Ну, на самом деле, многие иногородние люди вообще, в принципе, нас не знают. Ну да, но когда начинают узнавать, один из первых вопросов это вот это. Ну, хорошо. Давайте посмотрим на переименование города еще с одной точки зрения. Согласитесь, что это значимый информационный повод. И информационный повод не только внутри региона, но и вне региона. Его можно вынести на федеральный уровень. Вот представляете себе, да, пришел в Кировскую область новый губернатор и переименовал Киров Вятку. Чем не пиар? Как Вы считаете, нужно ли это сделать новому губернатору в целях самой пиара, либо в целях пиара региона? Ну, в целых, для пиара, я думаю, что не нужно. Почему? Потому что это нужно в целых для города, скорее всего. Если бы это произошло, то, в мое глубокое убеждение, город бы выиграл. И край бы, Вятский наш бы край тоже бы выиграл. Мне кажется, это, ну, такое, скажем, иррациональное, такое, может быть, мышление, да, в какой-то стороне. Многие вещи, они происходят не рациональным путем, а именно иррациональным, да. То есть, если мы свое название все-таки вернем, то не исключено, что наша жизнь улучшится. Вот сама по себе. Вот так будет просто чуть-чуть лучше. Может быть, я сейчас сказал ерунду, какую-то глупость, но я правда так считаю. Это первое. Знаете, Алексей, в маркетинге же есть такое понятие воспринимаемое там качество, воспринимаемое ценовое лидерство. Правила невидимой группы еще есть такое правило, да, в рынке. То есть, действительно, нас, как Вятку, будут лучше воспринимать, чем как Киров. Потому что Киров – это сразу ассоциация с промышленным городом, и все. А Вятка – это ассоциация с городом, у которого есть история, у которого наверняка есть что-то посмотреть. Даже если я не знаю ничего про город, мне уже будет интересно узнать, а что там. И, конечно, если бы это переменание прошло, но только желательно на позитивном фоне. Надо учитывать все-таки мнение горожан, которые против. А как его учитывать, Алексей? Ну, вот я сторонник подождать, чтобы оно будет все равно снижаться. Оно не будет 50 на 50 всю жизнь. Это правда. Мы искренне убеждены. Вот нам сейчас нужно прерваться с вами на перерыв. Я напомню, что это особое мнение Алексея Обжерина, руководителя клуба маркетологов Кировской области. Сейчас мы уйдем ненадолго, и после перерыва еще поговорим о переименовании региона. Мы возвращаемся в эфир. Это особое мнение Алексея Обжерина. Меня все так же зовут Юлия Афанасьева. Итак, Алексей, давайте поговорим про Дымковский ваш проект. Вот вашему проекту было бы в кассу переименование города? Ну, в кассу, не в кассу. Но часть людей спрашивает действительно, почему у Дымковского... Вот у нас, допустим, есть картинка такая, что на въезде в город... Мы сейчас приготовили все въезды в город, отсняли их и поставили там объемные, большие, 10-метровые дымковские разные фигуры. Барыня, барыня с мужчиной, с офицером. Ну, так интересно смотреть. Макеты сделали. Ну, макеты виртуально пока, на бумаге, на компьютере. Людям это очень нравится. Но первый же вопрос, почему Киров? Почему не Вятка? Сразу же люди. Особенно иногородние спрашивают. Вот мы с вами разговаривали, что наши не все за и против, там примерно пополам. Но иногородние почти все за Вятку, почти все. То есть, как бы, ну, там близко 100%, я думаю, будет. Если мы спросим Россию, просто проведем такой вопрос, а такие вопросы уже делаются для других городов. Ну, подобное, да, технологии есть. Если бы спросили бы российские жители, знают, не знают, и как они считают, какое название подходит нашему городу, даже если не знают его. Я более чем уверен, что очень высокий будет процент за Вятку. Но, с другой стороны, жить в этом городе нам, а не жителям других регионов России. Поэтому я считаю, что надо с этим немножко подождать. То есть, когда будет больше возможности людям разъяснить, что нам даст Вятка вообще название Вятка, какой он принесет, какие дивиденды это принесет, уж на то пошло. Есть еще вот такое мнение историка Антона Касанова, я тоже сейчас процитирую. Он говорит, что вместо реальных дел и актуализации важных для региона тем, мы видим очередные упражнения в демагогии и околоидеологические спекуляции. Очевидно, что в условиях предвыборной кампании мы будем наблюдать еще много подобных розыгрышей данной карты. Может быть, это действительно просто предвыборная история. Я глубоко уважаю Антона Касанова, его труд, он много очень делает для нашего города. Вместе с тем, все-таки повторюсь, то, что вначале я сказал, что проблемы, которые есть в нашем городе, они были, есть и будут всегда в разном уровне. Больше и меньше, они были, есть и будут всегда. Вы согласитесь, в рамках предвыборной борьбы очень многие темы действительно эксплуатируют свои интересы? Я думаю, чтобы были спекуляции, но вместе с тем, хотел бы сказать свое мнение, что вопросы названия надо поднимать. И раз мы с вами уже в этой студии, уже за последние 12 месяцев не раз об этом говорили, и не только со мной, то думал, что вопрос волнует горожан. Об этом надо говорить. Говорить открыто и двигаться к какому-то решению все равно. Да, надо или нет, не надо и так далее. Но делать это надо не вместо решения проблем текущих, а вместе с этим. То есть, вот этот случай с рассмотрением инициативы этой на ЗАГС собраний, вы не считаете политической спекуляцией в преддверии выборов ОЗС? Я допускаю, что это может кто-то использовать в своих политических целях, и я против этого. Но точно я не знаю, как это на самом деле. Ну хорошо, вот Алексей, скажите мне, пожалуйста, как на вашем Дымковском проекте сказалась смена власти в регионе? Насколько я знаю, вы много и долго ходили в разные кабинеты, объясняя чиновникам разных уровней, зачем, почему, как, кому это нужно. Теперь власть поменялась. Не исключено, что скоро половина людей в правительстве тоже поменяется. Возможно. Суть в том, что здесь, ну я думаю, что никак. То есть мы готовы отстаивать эту позицию с людьми людьми. Заново по кабинетам пойдете? Если надо, будем заново ходить. Дело в том, что мы же тоже шли раньше, не зная, там друг друга, да, то есть просто заходили и общались. Суть ведь для чего? Мы воспринимаемся и жителями, и гостями, как промышленный серый город. Дымка – это хороший ресурс, это нематериальный актив. Причем нематериальный актив мощнейший. Ну, для примера, давайте возьмем свою компанию Apple. Например, ее стоимость существенно ниже, чем рыночная стоимость. Почему? Потому что вот эта дельта, вот эта доплата – это как раз стоимость нематериального актива. И то же самое, когда люди покупают iPhone, то же самое их себестоимость. Все знают, что он стоит 200 долларов, но покупают и за 1000 долларов, или даже за 2. Вот это стоимость нематериального актива. И вот у нас есть нематериальный мощнейший ресурс – это дымковский. Дымковский орнамент, дымковский промысел. Его надо использовать. Мы готовы на всех уровнях обосновывать, что это даст благо для регионов. Это не чьи-либо личные амбиции. Это даст именно пользу всем нам. И опять же, если возвращаться к тому опросу, который мы провели недавно, уровень людей, которые поддерживают дымковский проект – 93%. Вот мы смеялись, когда раньше говорили, вот вы в ВК проводите опросы. В ВК. Это же нелегитимно. ВКонтакте. Да, ВКонтакте. Это же некорректно. Вы же маркетологи. Как туда? Ну вот мы, допустим, понимаем, что опросы надо было проводить, но чтобы ее провести, это нужны время, деньги, ресурсы, люди и так далее. Мы нашли эти возможности, провели опрос с хорошей группой. У нас не было студентов среди опросов, в группе было три человека, кандидат науку из ВИАТГУ, один участник клуба маркетологов и даже человек, противник дымковского проекта. Лучше экспериментом мы включили в группу даже такого человека, чтобы никто нас потом ничего не обвинил. Мы опросили научно подготовленную выборку людей, социологи нам из ВИАТГУ подготовили. Опросили 403 человека и разных возрастов, в разных районах, города и так далее. И единодушно 93% людей, они за дымковский проект. То есть это народный проект, с такой степенью поддержки, надо быть немножко, не очень дальновидно, не использовать ресурсы. Его надо использовать в разумном, конечно, объеме. То есть, видимо, этот аргумент новому губернатору понесете? Ну, в том числе. Просто я и раньше понимал, что очень высоко. Но так получилось, что раньше был 80% за, а сейчас получается 93% за. Я немножко с фехтиком тогда отвечал, говорю, а вы не боитесь, что когда мы проведем опрос когда-нибудь, этот настоящий правильный опрос научный, да, вы не боитесь, что процент будет еще выше? Так, Алексей, ну давайте тогда про опрос поговорим. 400? 403 человека. 403 человека вы опросили. Для Кирова достаточно 386 человек. Это научный подход. То есть это делали... Чтобы выборка считалась... Да, мы сделали чуть больше, 403 человека. Все по квотам, все по взрастам, пополам, все мы сделали правильно. Какие вопросы вы задавали? Вопросы были разные, с разных сторон, чтобы и про дымковские дома, как люди к ним относятся, хорошо ли... Ну давайте вот прям конкретно приведите несколько примеров. Я вижу у вас с собой много листочков. Да. Ну, про дымковские дома. Раньше был процент самый максимальный 85%, сейчас 92,3 людям нравится, конечно, больше сейчас, когда они к ним привыкли, когда они видят, что они не облезают, ничего. То есть вы спрашиваете, нравятся ли вам дымковские дома? Те или другие показывали карточку простых домов и дымковских. Есть один вопрос, который я пока не могу озвучить, он чуть позже будет известно, можно будет говорить. Знаете, вот мне интересный вопрос понравился. Как вы считаете... Секундочку. Если дымковские дома людям нравились, то мы задавали еще дополнительные вопросы. Выберите несколько вариантов. А, нет, извините, вот другой вопрос. То есть, как вы считаете, несколько десятков дымковских домов изменит облик нашего города в лучшую сторону? Здесь тоже 93% ответило да. И когда мы стали спрашивать, почему, и предлагали выбрать варианты, то лидер был это да, наш город станет позитивным, да, эти дома придут настроение нашего города, да, это понравится туристам, и их станет больше. То есть это вот именно люди подмечали вот это. А те люди, которым не нравился дымковский проект, это 7% из 100, из них больше половины ответили, я не против дымковских домов, но хочу, чтобы было немного. То есть, по сути, люди за сказали. И еще, в целом, я не против дымки, но не забежит еще. И получается, что вот больше половины из тех, кто против, они, по сути, тоже за, но с оговорками так вот вышло, получается. То есть, очень максимальный процент за, это народный проект по сути там, то есть, как бы, считается, что если 403 человека правильно опросить, то это мнение отражается с, ну, всего города с какой-то небольшой статистической погрешностью. Поэтому это научный подход. Данные обрабатывались у нас, тоже ВИАДГУ, доктор НУК занимался, это обработка данных, поэтому там все очень крепко, там, как бы, тяжело вот как-то... А когда, где, как вы представите окончательные итоги опроса? Ну, мы итоги сформируем в удобную какую-то презентацию небольшую, и там будет несколько слайдов, и выложим ее, наверное, в сеть. Выложим в сеть, она будет доступна. А, хорошо, вот скажите мне, вообще, зачем вы проводили этот опрос? Понятно, что вам нужно было что-то ответить скептикам, да, сказать, вот столько-то процентов там нас поддерживает, либо не поддерживает, но, может, вы какой-то новый объект приготовите? Новый объект, и сейчас работа идет на четырьмя объектами. Единственное, что я не могу не называть ни один, потому что зарекаться, может быть, ничего не получится, там, мы не знаем, то есть, это всегда такой трудный труд, и в последний момент может как-то все отмениться и так далее. Поэтому сейчас четыре объекта, если все будет хорошо, то они, возможно, уже в этом году все или четыре, или некоторые из четырех будут уже обозначены. Просто видите, какая ситуация? В конце, на финише любого объекта, любого объекта вовлекается очень много людей, и там риск того, что он будет, ну, скажем, непринят, или там что-то нет, вырастает. Вы имеете в виду, что очень много заинтересованных сторон? Да, да, на финишной самой стадии, то есть, последние 100 метров пробежать, вот ты пробежал несколько километров, осталось все 100 метров, и вот на стадии 100 метров очень много людей, различные и структуры, и простые жители вывлекаются, то есть, я сейчас не буду говорить подробностей, но, тем не менее, там, ну, там вырастает риск, что что-то идет не так. Это всегда было так. Эти четыре объекта, ну, я не скрою, я кое-что знаю, обладаю инсайдерской информацией, но раз вы просите не говорить, пока не будем. Один, по крайней мере, из этих объектов, действительно, очень крупный, это деньги частного инвестора? Да, это инвестор. Полностью? Да, полностью. Средства городского бюджета не привлекаются ни в каком виде? Не привлекаются ни в каком виде. Второй объект, тоже деньги частного инвестора, третий объект, это управляющая компания, может на себя взять, там, затраты небольшие, и четвертый объект, тоже, это частный вообще проект, но он будет, в том числе, небольшим угрышением одного из районов. Когда вы начинаете разговор о возможной дымковской росписи какого-либо объекта, сколько, ну, вот, давайте обозначим, сколько сторон привлекаются к этому процессу. Это инвестор, это городская администрация? Маркетологи. Маркетологи, кто еще? Дизайнеры, мастерицы, очень много народа, я даже не считал, там, время, много народа. То есть, это такой большой проект, это тяжелая работа, то есть, ты ходишь туда, где нужно, но я не записываю, не слежу, много народа продают. В данный момент, например, сейчас, вот, у нас один из объектов, ну, там, если мы посчитаем, вовлечено, сколько людей в него будет, ну, вот, ну, несколько сотен человек, в конечном счете, могут повлиять на исход, будет этот объект или не будет. — Несколько сотен человек. — Да, очень сложно. — Это же Бог с вами. — Да, на разных стадиях. Правда, правда? Я потом все расскажу. В сентябре. — Ну, хорошо, я тогда ловлю вас на слой, Алексей, и в сентябре я буду вас допрашивать с пристрастием на тему новых объектов. — Я просто еще две моменты, если позволите. — Давайте, да, и запросы. — Да, и запросы. Очень важный, интересный момент. Была такая версия, что молодежь будет против дымки, потому что она нас отбраться от прошлого. Юля, я с удивлением и с радостью увидел то, что молодежь 18-24 максимально высоко, самые максимальные результаты показала она. То есть, допустим, место... — Где вы нашли, Алексей, этих 400, 403 человека? — Мы ходили по набережной, мы ходили в районе Лепси, мы в разных районах были. Ходили по-разному, в разных местах. То есть мы просто к людям подходили, вот, наугад. А никаких друг никомых вообще нет. И мало того, еще раз повторюсь, что у нас в группе был даже проклинг-дымский проект, что, ну, вот, как в количестве с временем это было так. Вот, и у нас получается, что самый высокий результат показывает молодежь 18-24. И, что меня тоже приятно удивило, люди пенсионного возраста 55-64 и дальше, они не на последнем месте, представляете? Они тоже за, ну, где-то у них тоже все проценты высокие. Самый низкий процент, но все равно он тоже высокий, 77 процентов, это 45-54. Представляете? Вот люди в этом возрасте почему-то так вот, нам более негативно. Хотя у них тоже очень высокий процент. По разным видам вопросов, и 84-6, и 87-7, и вот так далее. То есть вот это интересный момент. Еще мы спрашивали людей, как вы думаете, вот, кто мы, вот, мне одна фраза понравилась, мы не богаты, но трудимся и радуемся жизни. Ну, то есть как они в двух словах могут их характеризовать наш город? Да, да, да. Вот мы не богаты, и... А какие еще были варианты? Ну, все я не буду читать, да. Ну, вот есть, мы терпеливый, упорный народ, не так все плохо, как бы люди нормальные. Это из своих вариантов, то, что люди сами сказали от себя. Ну, то есть вы хотите сказать, что все-таки наш город люди воспринимают в большей степени с позитивом? В разной степени, но с позитивом в том числе. И Дымка этому помогает. Мы считаем, что нужно... Ну, представьте, Юля, ну, 42-й год мы с вами уже обсуждали, ну, война, ну, есть было нечего. Было принято решение о возобновлении Дымковского промысла для поднятия духа горожан. Это истерический факт. Это, ну, как надо было? Это иррациональный, абсолютно, шаг. Абсолютно нелогичный. Иррациональный шаг, но для поднятия духа горожан. И сейчас, если мы живем в сложный время... Нет, ну, слушайте, это же как коммерческий маркетинг, который делится на рациональное и эмоциональное. Ну, здесь можно немножко рационально, там, попытаться половить. Пять минут смеха заменяет стыкан с металлами. Все такое. Если позитивно, меньше болеем. Давайте, с этой точки зрения, тоже говорить. Так, Алексей, нам сейчас с вами нужно прерваться на рекламу. Я напомню, что это особое мнение Алексея Обжерина. Сейчас мы уйдем ненадолго и очень скоро вернемся в студию. Мы возвращаемся в эфир. Я напомню, это особое мнение Алексея Обжерина, руководителя клуба маркетологов Кировской области. Алексей, вы недавно написали в Фейсбуке очень интересный пост о том, что вы собираетесь взять творческий отпуск и ехать в Урюпинск писать книгу. У меня два вопроса. Почему в Урюпинск это первый? И о чем же будет книга? Урюпинск, потому что я уже был в этом городе. Меня приглашали в качестве спикера по Дымковскому проекту в прошлом году, в сентябре. Наш проект признали как один из самых успешных в России. Вы можете о чем-то кроме Дымки говорить? Могу, да. Почему Урюпинск? Урюпинск, да, я перехожу к этому. И мы там не успели все посмотреть. Мне понравился город, там 39 тысяч человек, там фонтан с Джодесоном классный, там казачий город, там козы везде, там есть музей морской, который очень интересный. В общем, я еду туда вообще не один. Он вас вдохновляет? Да, мы едем туда с маркетологами. Десять человек выдвигаются завтра в пять утра. Это у нас туристическая поездка на два дня будет такая. Потому что люди захотели съездить в столицу российской провинции. Я поеду с ними и там останусь писать книгу. О чем книга? О чем книга? О чем книга? Книга об одном из самых главных вопросов, маркетинговых вопросов бизнеса и не только. Почему лучше покупать у вас? Я очень много общаюсь с людьми, с руководителем бизнесов и организаций, и даже в городах. Люди не могут мне ответить на этот вопрос. Поэтому книга будет об этом. Рабочее название книги «А король-то голый». Она, это, скорее всего, название может быть сменится, может останется, пока не знаю. Почему такое название? Потому что часть книги будет посвящена крупным компаниям, кировским, российским, мировым компаниям, те, которые заблуждаются в том, что у них есть какое-либо позиционирование, что у них есть ответ, почему лучше покупать у вас. А приведите пример. Пример, я часто привожу пример. Много выступаю публично со мной с презентацией про УТП, уникальное другое предложение. Я задаю вопрос, какой слоган у Тойоты? Все называют «Управляй мечтой». Это действительно красивый слоган, который компания Тойота благополучно сменила два года назад на другой. И какой же теперь слоган у Тойоты? Стремиться к лучшему письменно и устно не говорят легендарные качества. Я привожу такой пример. Есть два лагеря по слоганам, что слоган либо должен быть красивый, либо должен отражать уникальное конкурентное преимущество, то есть быть продающим слоганом. Я принадлежу ко второму лагерю. И поэтому есть таких три критерия. Здравосмыс подсказывает, что если ваш слоган содержит УТП, уникальное преимущество, значит его нельзя поставить бренду конкурента. Второе. Это слоган должен содержать ценность для клиента. Нужно не просто отличаться, но чтобы клиенту это было нужно. Рациональная ценность. И рациональная, и эмоциональная в идеале обе должны быть. Но там уж как повезет. И третье. Это слоган должен быть понятием без расшифровки. Вот не надо прилагать инструкцию, чтобы расшифровать слоган. Начинаем проверять... Чтобы понять, о чем речь, да? Начинаем проверять компанию Тойота, например. Начинаем проверять компанию Тойота. Управляем мечтой. Можно ли поставить бренд конкурента, Хонда или еще какой, все говорят, можно. Начинаем стремиться к лучшему проверять. В принципе, наверное, тоже многие компании стремятся к лучшему. В принципе, любой компании подойдет. Вообще любой. Да, да. И без расшифровки непонятно. Если стремиться к лучшему, компания Тойота хотела заложить свое конкурентное преимущество, что у них это легендарная система управления качественным производством, то они не распылили смысл. Как раз по третьему критерию не проходит. То есть надо этот слоган расшифровать, приложительную инструкцию, где будет написано, а что означает этот слоган. Мало того, они вслух говорят. Вот сейчас, если вы рекламу будете слушать, то вы увидите, стремиться к лучшему написанному. А легендарное качество, значит, они говорят вслух. Но у меня есть такое подозрение, что в Ментле более легендарное качество или какой-либо другой марки тоже она может эту нишу занимать. Поэтому здесь вот как бы проблема. Та же компания Вольво, например, которую я очень люблю, я езжу на машине Вольво, они стесняются своей безопасности, что они делают самым безопасным автомобилем в мире. Понятно, что границы сейчас стерты. Но зачем стесняться того, что люди думают и так о тебе? Эта позиция закреплена как позиция, когда спрашиваешь человека, где самая белая длинная ночь, и все называют Санкт-Петербург. Это же не так на самом деле. То есть это же, ну, в Мурманске длиннее там, да? Но люди приписывают, что сам Петербург, этим надо пользоваться. То есть людей не переделать, менталитет плохо меняется. А Вольво действительно делает безопасность автомобилей, каждый год нам новые инновации там выдает. Но тем не менее на плакате написано движимыми желаниями. Куда движимыми, какими желаниями, ничего не понятно. Алексей, вас ждут там, мне кажется. Может, вам надо было не в Любинск ехать, а в автоконцерн Вольво? А вы знаете, я подумал, письмо Вольво-то напишу я хотя бы одному из дилеров в Москве, напишу и предложу свою помощь, если им потребуется. Да, предложу свою помощь в построении грамотной именно коммуникационной политики. Посмотрим, может быть, это будет. У меня есть такое желание, я напишу письмо. И поэтому книга о чем будет? Она будет для одной группы компаний, которые, возможно, захотят открыть глаза. Они все это захотят, и критика будет, и все такое, если эта книга увидит свет. Второе, для тех компаний, которые не имеют своего позиционирования, но там будет четко пошаговая инструкция, как это сделать. И вот одно из отличий нашей книги будет в том, что многие известные авторы не договаривают в своих книгах. Они не десказывают до конца, потому что они зарабатывают до конца. А наш подход, мы даем все до конца. Мы открываем все, все, что мы знаем и умеем. Я уже от коллег добро на это получил. То есть мне благословили, то есть как бы открывать все. Вы будете писать в соавторстве? Я буду писать один, но я окажу всех коллег, с которыми мы проходили в жизни на практике эту всю технологию. То есть мы все это, я всех окажу. Хорошо, Алексей, вот вы предлагаете компаниям ответить на вопрос, почему лучше покупать у вас. Вот книг, бизнес-книг, миллион. В том числе от именитых авторов, от Манна, от Гандапаса, от таких фамилий, которые получают бешеные гонорары за один семинар, за одну лекцию. Так вот почему же лучше прочитать вашу книгу, а не Манна? Вы прямо не в бровь и в глаз задаете вопрос, и сейчас я прямо не отвечу на него. Почему? Потому что это как раз мне надо будет при написании книги учесть. Вот вы задали правильный вопрос. Если ты учишь, как вам это делать, то сам про себя скажи. Но это прямо сейчас в кондачках не скажу. Одно скажу. Есть некое отличие, уже сейчас которое я смогу сказать. Я очень уважаю, люблю Гандапаса, Дмитрий Кота, Манна и там ряд других авторов. Но они, вот еще повторюсь, они говорят, что делать, но не говорят, как это сделать. Они часто не договаривают. Мы с вами возьмем очень много по бизнесу книг, и там будет недоговоренность. Предположу, что они сделали это не специально. Предположу, что они просто забыли это указать, или у них это в голове, или дар какой-то у них там, или талант и так далее. Мы считаем так, что нужно рассказать все. Нужно сказать. Если ты сказал, включи там свою, например, презентацию, то, что волнует аудиторию. Так, будь добр, напиши еще, как это сделать. То есть не надо говорить общие истины. Вот у нас часто любят повторять то, что и все знают, и остальное зачем. Поэтому думаю, что одно из отличий будет это, а поточнее я спормирую ответ при работе на книгу. Алексей, вот скажите, пожалуйста, у вас бешеная занятость, у вас клуб маркетологов, у вас коммерческие семинары, бизнес-школа. Зачем вам нужно писать книгу? Вот лично ваша мотивация к этому какая? Моя личная мотивация, во-первых, зудить немножко. Эту книгу написать хотелось. Уже давно, да, это есть. Скрывать тут не буду. Во-вторых, все-таки хочется помочь как можно большему числу людей. Мы работаем, допустим, не клуб маркетологов, клуб маркетологов, это не коммерческая организация, а группа пилотаж, которая работает с бизнесом за деньги. Это уже коммерческая организация? Это коммерческая организация, она отдельно от клуба существует, чтобы люди не путали, что клуб там что-то там и так далее. Так вот, мы работаем либо с бизнесом за деньги, мы помогаем делать вместе с ними как нужно, либо мы учим бизнес в школе технологии роста. То есть еще один проект, вот третий, да, получается. Он тоже коммерческий. И там идет именно бизнес-обучение. Но это все равно пока мы ограничены Кировской областью. А через книгу можно дать людям вообще возможность, ну, там, в любой точке России человек может прочитать и выполнить эти шаги сделать что-то полезное для себя. То есть помочь большему числу людей. Ну, хорошо, ладно, ответ принимается. У нас осталось с вами буквально 8 минут. Давайте еще поговорим про событийный туризм. Вот областные власти задумали проводить у нас гастрономический фестиваль. Хотят они объединить истабенский огурец, лужомский каравай, котельническую картошку, сумский рыжик. Как вам эта идея? Мне эта идея очень понравилась, понравилась сразу. Она, наверное, будет тяжеловато в исполнении, скорее всего. Но, как говорится, дорога селит идущий. Я действительно тоже считаю, что если соединить энергию каждого сестиваля в одно место, в одно время, тогда эта энергия станет гораздо больше, чем просто сумма слагаемых. Так называемый синергетический эффект. То есть когда 2 плюс 2 равно не 4, а равно 5. Мало того, мы когда были на учебе по бронированию городов в апреле в Москве, туда приходил специалист по организации событий. Из Москвы. И мы с пресс-мозговой штурмом для разных городов думали, а что можно было бы сделать. И вот выяснилось, что у нас Кировская область, Вятский край, лидер, лидер России по числу соседей. То есть у нас больше всех соседей, 9 вокруг. И была такая у нас в ходе мозговой штурма найдена идея, что почему не провести фестиваль в фестивале. И вот мы с Алексеем Александровичем уже даже гипотетически обсуждали эту идею, то есть, ну, категорически, а почему провести вот, ну, не просто вот фестиваль вот этот внутриобластной, но даже пригласить соседних регионов. У каждого свои там ко-чак-чаку, ко-что еще пригласить соседних регионов. Миллион разных гастрономических фестивалей, там, в Татарстане, в Коми. Да, да, да. Такие интересные шутки. Да, Юля, и понимаете, их энергию мы сможем здесь сконцентрировать, в регионе, который самый большой лидер по числу соседей, да. И здесь же вот туристическая отрасль скептично относится к этим фестивалям, что мало там, допустим, трафи и так далее. И вот здесь-то надо с регионами работать. Друзья, мы к вам ездим каждые выходные. Такие вы к нам ездите. Посмотрите, у нас вот это, у нас там кольцо динозавров, там, я не знаю, можно сделать, там, дымковские квесты и так далее. Все, что угодно у нас, маршрутов, его можно сделать. И по районам мы с вами разрабатывали и так далее. Вот, поэтому я считаю, что если фестиваль-фестиваль, теоретически, рассуждая, мог бы состояться, то это, конечно, было очень хорошее. Во-первых, а, энергию принесло в других регионах, б, известность Вятского края, как туристическое место, и не только поели и разбежались там на год, да. Вот, поэтому это очень хороший канал продвижения нашего вообще края для соседей, чтобы они к нам чаще приезжали. Вот, знаете, еще какая мысль меня посетила? Недавно был Истабенский огурец, на который ездили мои знакомые, я в одно время на него ездила. Так вот, на этом самом Истабенском огурце я ни разу не смогла найти огурцов. То есть, такое, как бы, недоработки есть, там, маленькие, ну, не люблю это слово, но, тем не менее, скажу, местечковый масштаб. Мне кажется, что если собрать все фестивали на одну площадку, из этого как раз можно сделать большое, красивое, качественное мероприятие, вот, с интересной вот этой подоплекой. Очень было бы интересно, и меня здесь немножко еще удручает то, что, в общем, то хомандизировано. Те люди, которые выращивают огурцы, у них проблем со сбытом нету, но спрос гораздо выше. И мы местные, мы огурцов-то не ели, не знаем, где купить. Если мы сейчас едем с вами на улицу и спросим, знаете ли... Мы спросим, а где стабинский огурец? Где купить, нам 90% скажут, я не знаю. А если спросим, а кто из вас пробовал, то есть, больше половины скажут, что мы не пробовали этот стабинский огурец. Да, мы про него слышали, да, говорят, что он очень вкусный, там, на артенянской воде, но где он? Я считаю, что должен найтись какой-то предприниматель, который вложит грамотно денежки и заброндирует хорошо продукцию в хорошей упаковочке. И это все будет продавать не только в Кирове, но и за пределами региона. То есть, я считаю, что здесь огромное поле для монетизации, для именно объема продаж. То же самое касается рыжек Сунского, Богородского, Налинского, они все там вкусные эти рыжики. То есть, их надо действительно пытаться продавать в промышленных объемах. Я считаю, что это хорошая резервная область для предпринимательства. Хорошо, а если возвращаться к фестивалю-фестивалей, вот что там надо сделать на этом мероприятии, чтобы жители соседних регионов к нам поехали? Ну, во-первых, в первую очередь провести такой фестиваль. Во-вторую очередь, понимать, есть такой термин, уметь работать на будущее. То есть, мы можем собраться, чтобы поесть друг у друга вкусные еды и разбежаться, там, разлетись на год или навсегда, а можем поработать на будущее. То есть, мы можем пригласить, кроме людей, которые, ну, непосредственно носители этих, ну, вкусных, там, гастрономических вещей, да, можем и власти пригласить к каждой региону, собрать такой, ну, большую вещь, и туристических представителей отовсюду позвать, и презентовать им туристический потенциал, и инвестиционный потенциал. Я считаю, что можно здесь подумать именно, ну, более широко посмотреть на эту вещь, использовать этот вот точечный, скажем так, сбор большого числа людей в одном месте, да, для работы на будущее. Вы пытались работать с Советском по разработке туристического маршрута. А есть ли там какие-то подвижки? Будет у нас такой маршрут или нет? Подвижки, они есть, но очень медленные. То есть, после той презентации мне позвонил руководитель ряда районов, пригласили меня в рабочую группу. То есть, когда был вот этот красиво расписанный дом в виде кружев, концепции кружева в Советском. Да, 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 дом и там подходы к маршрутам. То есть, руководители районов очень сильно заинтересовались с одной стороны, с другой стороны. Ну, я всем объяснил, что надо что-то делать, то есть, брать и делать, да. Поэтому они потихонечку делают, и вот Андрей Владимирович Тихемиров сказал, что осенью они планируют Стеллу начать по чуть-чуть вот в этом году. А это кто? Это глава Советского района. И они планируют сделать еще даже такой шаг. У них будет очень большой споркомплекс сдаваться, я так понял, в начале следующего что ли года, или в этом, но вот они по весне хотят очень сильно, я люблю Советску, кружевому нашу идею там внедрить. То есть, это будет украшение тоже для Советского района. То есть, они идут по шагу, по чуть-чуть. То же самое Евгений Рычков тоже там стараются. Это Слободской? Слободской, да. То есть, Красный парус, они сейчас там будут красить набережные, которые бетонные стоят, сейчас мыло немножечко. То есть, именно романтическую составляющую они будут тоже по нашей рекомендации там взращивать. В Котельничке район, мы тут недавно ездили с маркетологами, тоже потенциал большой у нас обратно связь. Если будет на то воля, то есть, мы ей поделимся и так далее. Поэтому двигать-то надо, просто было бы желание и немалимость. Мы тоже дымкой занимаемся вроде бы между работой и семьей, да. Но надо руки не пускать, двигаться вперед по чуть-чуть, и тогда будет все хорошо. Но районам вы предлагаете это делать самим? Да, мы оказываем поддержку с воздуха, консультативную, там, если надо, выезжаем на место. Поддержку с воздуха? Да, да, да. То есть, мы как бы экспертную поддержку, там, консультативную. В рабочую группу, пожалуйста, приглашайте, будем приезжать по мере возможностей. Но при этом надо понимать, что делать-то именно с ними придется. То есть, мы не сможем там для районов что-то изменить, если сами жители этого не захотят, вместе с властью. Ну что же, я на этом предлагаю закончить, потому что время у нас вышло. Спасибо. Это было особое мнение руководителя клуба маркетологов Кировской области Алексея Обжерина. Эфир для вас свела Юлия Афанасьева. Спасибо. Спасибо вам. И до свидания. До свидания.